В Казахстане подсчитывают убытки, нанесенные масштабными паводками. В ряде регионов большая вода пошла на спад, но все еще есть опасные участки, где продолжают свою работу спасатели и волонтеры. Прорабатывается также алгоритм выплаты компенсации пострадавшим и озвучены предварительные условия восстановления, либо покупки новых домов. В списках тысячи людей, которые лишились жилья и имущества. Покрывать убытки, нанесенные паводками по поручению президента, будут как из средств государственного бюджета фонда «Казахстан-Халкна», так и за счет крупного бизнеса. Когда большая вода пришла в Петропавловск, сразу затопило несколько выездов из города. Выехать в соседние населенные пункты можно было только на тяжелой технике. К примеру, так из города люди добирались в село Бесколь. Многие сельчане работают в областном центре. Дом где? Вон он, вон серебряная крыша. А вы теперь сидите, смотрите на свой дом? А? Сидите, смотрите на свой поддом. Да, смотрю на свой дом. Я его построил на последней копейке. Вон он, утонул. А вас предупреждали, что... Все предупреждали, все делали. А что, я дом не могу же забрать. Как говорится, будет какая-то там помощь от государства, компенсация или что-то. А что-нибудь спасти удалось? А что спасти? Ну, спальню, я не мог поднять. Ну, что мог, поднял. Ну, что мог спасти? Ничего не мог спасти. Ничего не мог спасти. А вы здесь сколько уже лет живете? Два года живу. Получается, два года назад дом построили? Да. Вон он, вон он, вон он. Я смотрю на него и плачу. За считанные часы Амантай Балагулов лишился крова и имущества. Хотя свои дома в этой части села местные пытались спасти от паводка. Но усилия оказались напрасными. Изначально дамба, которую Акимат строил, вот она ее прорвала, ее затопила. И, опять же, не Акимат ее строил, мы тоже все вместе это делали. Ну, то есть они сюда усиленно технику изначально возили тоже. У нас здесь есть другие дамбы, которые реально более важны. Например, на Советской улице, где там, это, наверное, самая большая дамба, которую мы построили. Вот это мы все сделали сами. То есть изначально, казалось бы, да, с той стороны, это же река, это самое опасное было место. И там нужно было, как здесь, делать такую же дамбу. Но ее никто не сделал. И вот когда уже уровень, там же со льдом все шло, когда уже начало все прям, критическая ситуация наступила, жители сами пошли и начали там строить дамбу. С мешкотарой как обстоит ситуация? Хватает ее? Привозят мешков очень мало. То есть, чтобы вы понимали, тысяча мешков – это полчаса работы. Нам привозят вот по тысяче мешков, допустим. Дамбу надо строить быстро. Народу, например, набирается много. Ее набирается за полчаса. Это только на одной точке. Мешки изначально не было такого, чтобы изначально было организовано, чтобы по всем точкам есть нормальный запас мешков. Мы с жителями собираемся, скидываемся, ездим по магазинам. Скупили все мешки в этих магазинах. Кто у кого дома были, вот тащим с дома их. Сейчас мы уже, получается, где-то шестой или седьмой день обороняем мешку. У нас это хорошо получается. И нас уже с мешками более-менее наладилось. В это сложно поверить, но это бывшее поле. И этот насыпной вал, который возвели местные жители буквально за пять дней, это все, что отделяет эту большую воду от того, чтобы она не затопила село Бесколь. Местные жители и направленные на помощь сотрудники предприятий круглые сутки дежурили возле дамбы. Я местный житель. И просто взял инициативу в свои руки. Я руковожу всей этой дамбой. В случае прорыва этой дамбы 70% бискуля уйдет под воду. Пока держимся. Да, то, что не затопило, и это пойдет по центральным улицам и выйдет в районе ипподрома. Пока держимся. Кидрокостюм нам привезут. Мы будем опускать ниже воду пряжем человека. Чтобы он там поправлял, мы будем опускать, засыпать ее вовнутрь. Чтобы не размалывал, потому что сегодня волна будет сильная, потому что ветер усиления идет. У нас ночью, видите, всю пленку подняло за ночь. А сколько времени заняло вот это все строительство? Сначала мы здесь же приехали, мы же мониторили сами с 9 вечера, получается, мы с ним находились здесь. И с 11 часов вечера уже вода здесь заполняет. Начало с 17-й год, когда был подъем по эту ступеньку, где столб тут стоит. И мы сразу начали. И пацаны как раз подъехали, чтобы подукрепить. Потому что у нас критическое место вот с этой стороны. Но мы, считай, своими силами сделали. По-хорошему. А вообще Акимат здесь вот как-то участвовал? Ну, они приезжают и уезжают что-то. Я как Акимрайон. А, вы Акимрайон? Когда снимали дамбу, неожиданно появился Акимрайон. О нашем приезде чиновник узнал из социальной сети волонтера. Вот эту дамбу кто строил? Вот эту дамбу? Эту дамбу мы, когда насыпь укрепляли, она еще ниже была. Мы как там прорвали, все силы сюда бросили. Вы понимаете, это опасный участок. Ну, вы смотрите, кто волонтеры или кто строил? Все строили. Всем миром строили. Всем миром, можно сказать. Я здесь ничью сторону не беру. Чисто объективно. Нам с первого же дня помогали военнослужащие. Мы начали своими силами. Подключились волонтеры. Подключились местные жители. Подключились военные. Вопрос о помощи Акимата местным и волонтерам, а также нехватку техники и мешков для временного укрепления Аким района прокомментировал так. Я хочу прокомментировать тот вопрос, что вся техника, которая здесь работает, конечно, у Акимата таких сил возможностей нету. Вся техника была привлечена Акиматом вот именно. Сейчас, если эксперимент проведем, например, люди говорят, мы технику вовлекаем. Сейчас я, например, позвоню директору сервера «Жарса», они уберут эти трактора. Не любой волонтер не загонит сюда эту технику. Потом говорят, нету инертного материала. Мы здесь, как Акимат, полностью вовлекаем всю тяжелую технику и завозим инертные материалы. У нас есть несколько карьеров, чтобы даже оперативно привозить инертный материал. У нас есть техника, да? Эта техника, она не принадлежит Акимату. Они ее даже не нанимают. То есть, если вот мы узнавали у наших мужчин, которые вот с техникой обладают, если в городе, когда была такая ситуация, там Акимат им платил за то, что они работают, здесь ребята у нас работают бесплатно. Ну, они работают бесплатно, потому что они здесь живут, понимаете? Они не могут, ну, отказать. Единственное, что Акимат их заправляет соляркой. Ну, и даже с этим проблемы, потому что мужикам приходится постоянно ее то простаивать, то клянчить эту солярку. История села Бесколь показательна. Ведь благодаря тому, что жители эффективно выстроили работу по строительству временной дамбы, они отстояли свои дома. В областном центре такие укрепления, к сожалению, не помогли. Песик, иди сюда, иди сюда. Выходи из воды. Сейчас, кроме этих одиноко бегающих собак или кошек, в районе подгоры в Петропавловске никого нет. Всех людей эвакуировали и запретили передвигаться на лодках гражданским, в том числе и журналистам. Поэтому попасть туда мы никак не можем. Людей переселили в эвакуационные пункты, в одном из которых мы побывали. К моменту выхода в эфир нашей программы этих людей, скорее всего, переселили в общежитие, предоставленное Акиматом. Люди устали от внимания журналистов и не хотят вспоминать, как все потеряли. Уже на выходе мы встретили местную знаменитость. Видео с этим мужчиной разлетелось по ТикТоку. Кирилла не пустили в эвакуационный пункт с кошкой. Вот мы вас видели в соцсетях с кошкой, да, вас не приняли в эвакуационный пункт. А сейчас где вы? Здесь. А кошка? Кошка пристроена. Временно, да, там. У девушки. Все нормально. А вы сами из какого поселка? Я не из поселка, из города. Да, в Заричном районе. А здесь уже сколько находитесь? Здесь сколько? Мне 4 или 5. Ну, сначала как дамка, провалок. Детскую областную увезли. Ульянова первая детская тоже увезли. Первая городская на парке тоже увезли. А это пункт сбора волонтеров. Ребята самостоятельно организовали помощь пострадавшим от паводков и доставили 10 фур с продуктами питания и вещами. Сейчас в дефиците в Петропавловске питьевая вода. Там вода, продукты питания, куда, например, нужны матрасы, матрасы. Например, МЧСникам, спасателям, я не знаю, кто там именно работает. Спасателям мы передали оборудование, лодки резиновые, болотники, мешки и так далее. Например, матрасы, одеяло. Вы как это распределяете? Мы распределяем, вот смотрите, у нас есть чат. В чате сразу отправляют нам онлайн. То есть мы в онлайн режиме получаем именно информацию от жителей. Непосредственно они нам отправляют, что нужно. И если мы везем, то сразу же идут отчеты у нас. Вместе с волонтерами мы отправились на станцию скорой помощи. Там требовалась питьевая вода. К людям приезжаете, что у них как обстановка в квартирах, домах? Тазики, набранные воды. Как у всех, воды мало. Вот нам привезли ребята воду, спасибо им. А какие-то случаи отравления, что-нибудь увеличилось в связи с тем, что воды нет питьевой? Ну, сказать за всех не могу, мне не попалось пока. Ну, есть какие-то расстройства, там у кого-то животы болят и так далее. Но прям такого не могу сказать точно, что это именно из-за воды. Вызовов очень много. В основном поступают вызовы из зоны подтопления для транспортировки больных сюда, в Петропавловск. Выезжаем мы из зоны подтопления на своих машинах скорой помощи, доезжаем до пункта КП Южно, а там уже с помощью трала на машине выводят нас сюда, через перелив. В основном характер вызовов какой? Характер вызовов, ну вот совсем недавно мы в ОНК перевозили инсульты, инфаркты, потому что у людей стресс большой, все-таки на них это все влияет. За время, проведенное в Петропавловске, мы увидели, как за неделю с начала паводков сплотился весь город. И для этого не понадобились никакие громкие призывы. Большинство не остались в стороне и бросились помогать. Одни идут в волонтерские пункты, кто-то спасает собак и кошек, а кто-то строит временные дамбы. Почти половина разрушенных домов паводками не подлежит восстановлению. Известно, что к строительству уже приступили в Павлодарской, Карагандинской и Октюбинской областях. А вот север страны пока стоит в воде. Не менее важным остается вопрос, кто виноват и что делать. Следствие должно быть максимально открытым. И не только потому, что хотелось бы персональной ответственности чиновников на местах, но и для того, чтобы действительно извлечь из этой трагедии с паводками уроки.